Вечернее платье Берем без припусков Плотно По высоким точкам у нас получается 39 И нужна длина изделия Длину изделия мы снимаем по боку от проймы И от проймы вниз желаемая длина У меня это 44 см Есть объем груди, есть пройма Высота грудки, которая у меня идет наверх По вашему желанию От проймы вверх, сколько вы хотите закрыть Хоть под самого горлышка, хоть ниже Делайте такую высоту, которую вам удобно У меня это 5 см плюс планочка Собственно на этом практически все мерки снимаются Еще дополнительная мерка Это желаемый размер по переду Ширина Можно ввести совсем узкую полосочку Можно сделать пошире У нас, если убрать планочки, то это 12 см Вот такого размера у меня мерки Полоса по боку примерно 4 см занимает 2,2 см Если растянуть от точки до точки Занимает У меня по расчету я брала как минус 4 см Потому что платье должно быть в обтяжку Если она будет болтаться Оно не будет вот этого эффекта расходящихся полос Для того, чтобы платье сидело плотнее Есть резинка Резинку мы ввязываем на основном полотне Можно от самого края Можно, как у меня, постепенно вводя иглы на вторую игольницу Если у вас нет двухфонтурной машины Вы вяжете полотно и поднимаете петлю по изнанке То есть делаете обычную резинку Снизу планочка тоненькая И дальше, видите, посередине идет полоса резинки Она идет везде одинаково Это такой эффект из-за того, что фигура рельефная На самом деле планка, полоска, она везде идет по прямой Заканчивается у меня полоска под грудью Для того, чтобы обеспечить нам эффект выточки Если вы поднимете эту полоску выше Можно хоть до самого края сделать До самой верхушки Мне показался такой вариант более интересный То есть у меня под грудью заканчивается резинка И по верху, по планочке идет небольшая присборка Получается эффект выточки Плюс к этому присборку можно сделать, когда мы будем оформлять лямки То есть присборка идет по лямкам Присборка идет по верхней части, по планке И снизу резинка Выточка, но, наверное, больше и не нужно То есть мы ничего специально не вывязываем Но за счет того, что у нас по кругу идет присборка Получается отличное оформление По поводу резинки Если вы хотите, чтобы было плотно по талии У меня двухфонтурная машина Поэтому я вывязывала как есть Можно было поменять плотность на талии Но я этого не сделала Если у вас есть желание посадить полотно Плотно по всей фигуре То есть по нижней части само собой растянется По талии И у вас одна фонтурная машина Довязываете до начала талии Выделяете те места, которые будут у вас резинкой Распускаете, поднимаете Все как обычно Распустили петельный столбик полностью Как вам хотите Подняли Дальше С того момента, где у вас начинается талия Вы сбрасываете эти петли И начинаете вывязывать полотно с пропусками То есть иглы в заднем положении стоят Я сейчас вам это покажу Довязываете до нужного места Поднимаете резинкой И дальше идет кулирка У вас получается идеально собранная талия Сейчас я вам этот вариант покажу На парочке стежков Это для того, чтобы резинка была плотная-плотная То есть здесь она рыхлая Здесь она плотная Вот о чем я говорила сейчас Берем, провязали какое-то полотно Поднимаем Поднимаем Петлю и бросаем ее Поднимаем для того, чтобы просто она у нас не болталась Можно просто взять и сбросить петлю И оставить те петли от иглы На которых мы будем продолжать вывязывание резинки В заднем положении И вяжем часть, которая у нас находится на талии Получаем Вот такие вот дорожки И теперь Подхватываем ту петлю, которую мы только что оставили И поднимаем Она получается очень тугая Таким образом мы делаем Такую достаточно жесткую стяжку У нас полотно Прямо на глазах утягивается Сейчас я вам это тоже покажу Когда сниму И здесь мы оставили петлю Поэтому ее дальше распускаем Видите, здесь дорожки тоненькие Здесь широкие Распускаете до нужного места Подхватываете петлю И поднимаете Сначала это делать просто Потом туго И в том месте, где туго У нас идет стяжка Латна Это такой достаточно интересный прием Если в дальнейшем Вам нужно опять делать расширение Вы оставляете Петли И продолжаете вязать У вас опять будет широкое полотно Сейчас буквально У нас тушу Лидов И идет дальше Видите, расширение Сужение, расширение То есть за счет вот этого приема Мы с вами можем корректировать талию Вы видите на образце Идеальная талия Резинка и резинка Ничего не меняется Ну здесь вот я не стала распускать А с этой стороны Вот так это выглядит Талия прям вот на глазах видна Таким образом вы оформляете Резинку на основном полотне То есть наше изделие Когда мы вяжем Выглядит вот таким вот образом Это основная деталь 44 см Здесь у нас Маленькая пройма Дальше идет Верхняя часть Как считать Если мне известно Объем груди Ну Делим У меня 39 см Мы с вами насчитали Делим на 2 Получается 19,5 19,5 Это ширина Полотна Минус 1 и минус 1 С каждой стороны То есть Вот эти вот Сантиметры Вот эта планка Она Уходит на Сантиметр То есть Вот здесь вот у меня Сантиметр Получается Минус 2 17,5 Это средняя Высота Ширина полочки Если у вас Модель Стандартного Человеческих Стандартных Человеческих Пропорций Вот как у меня Кукла У нее перед Больше спинки Как это должно быть Если вы вспомните Выкройки У нас всегда Перед Больше спинки Тогда вы четко Измеряете Перед Четко измеряете Спинку И детали Будут иметь Разную ширину Здесь у меня Сколько мы Насчитали 11 Если я могу Ошибиться Потом будем Делать При сборку Здесь 5 И соответственно 17,5 Минус 11 И делить на 2 Получается По 3 Сантиметра У меня Вот эти вот Проймы Вот они Вот здесь И вот здесь Вот они идут Раз Два Это то что мы Увязываем Таким образом Все это считается Резинка идет По всей высоте Изделия Но по поводу резинки Мы с вами Уже по-моему Все Обговорили Что касается Очень важный вопрос Петельной пробы Петельная пробы Для подобного платья Должна браться Не стандартно У меня есть Петельная пробы Для Акрила Пробы для резинки Традиционная Стандартная И обычная Пробы для Кулирки То есть Это то что мне нравится Это средненькая Такая плотность Резинка Семь Две точки И кулирка Девять точка Это размер Для акрила Для среднего вязания Но У меня вязание Не среднее У меня вязание В обтяжку Поэтому Когда я измеряю Плотность Традиционно Если бы я брала Я бы взяла Точки До точки Без натяжения У меня получается Пятнадцать сантиметров Здесь мне надо Чтобы натяжение было Поэтому я натягиваю Полотно И смотрю Как сильно Я хочу Чтобы оно было натянто Я дотянула До семнадцати И таким образом У меня получается Сорок петель Семнадцать сантиметров А мне нужно Семнадцать с половиной Ну Это совпадение Сразу говорю Семнадцать Сорок Семнадцать с половиной Умножить на Сорок И делим на семнадцать Ну Сорок один Можно было и не считать Сорок одна Петля Это Размер Средней детальки Для того Чтобы она Вот в такую натяжку У нас попадала И не забудьте Что если вы растягиваете Полотно в ширину Оно становится Меньше в длину Если вы растягиваете Полотно в длину Оно становится Меньше в ширину Это важный момент Поэтому Растянув его в ширину Измерьте Длину тоже Она изменится То есть Количество рядов Будет Немножко больше Чем Если бы Вы не растягивали полотно Еще не сказала Такой момент Мы Когда провязываем Основную деталь Делаем Планку снизу И планку сверху Чтобы потом этим не заниматься В принципе Можно оформить и потом То есть Вот эта планка Имеется просто Обратной планкой Когда я провязала серым Довязала 8 рядов розовой Надела петли на Иглы розовые И закрыла Обычную косичку У меня получается Обратная планочка И оформлены И оформлены Верх И низ В детали Пройму Мы будем Оформлять Отдельно Сейчас мы с вами Соединим Две детали Вот у нас Перед спинка И мне нужно Между ними Провязать Розовые вставки С отверстиями Обязательно Делаем перерасчет У нас петли Ряды никогда Не совпадают Поэтому берем Наше полотно И теперь Обычную петельную пробу Не растянутую Не перетянутую Как есть Вот как легло Измеряем Количество сантиметров У меня их 17 16,5 16,5 Эти 16,5 Умножаем На обычную Петельную пробу В такой В свободной форме 267 Получается 44 петли Значит Планку я буду делать На 44 петли Вот конкретно На это количество Рядов 44 петли 10,20,30 40 4 И надеваю Эту планочку Деталь На петли И надеваю Деталь На иглы Изнанкой К себе То есть Обычный Способ Никаких Сложностей Тут нет Просто Надели Крайние Петли И Дальше Нашли середину Середина Каждая середина Таким образом У вас будет Одномерное Распределение Здесь Можно за Полный петельный Столбик Можно за Межузелковую Протяжку Как вам удобно Вообще Никаких Нареканий И Указаний Как хотите Так и делайте Я беру Полный Петельный Столбик И надеваю После чего Провязываю Розовым Два Ряда Надевайте Определяем Полосами Которые У нас Находятся По бокам То есть У нас Наши Наши детали Сшиты Не Отверстия Не от края До края Имеют Часть Петель Провязанных По всей Ширине Вот То о чем Я вам говорю Вот эти Места Сверху И Снизу У нас Провязаны Там Отверстия Нет Такие Провязывы Вы можете Делать В середине Полотна Если не хотите Чтобы у вас Отверстия Шли по всему Телу И Теперь Я знаю Что у меня Здесь 4 петли Представляете Себя Целиковое Полотно Значит Я беру Ручками Провязываю Можно Машинкой Но Ради 4 или 10 Петель Мне Проще Провязать Руками И Остальные Петли За исключением Вот этих 4 Крайних Мы Закрываем Причем Закрывать Можете Как вам Удобно Я закрываю Методом Пересадок То есть Мы Провязываем Петлю Пересадок Пересадок Закрыли Закрыли Пересадили Провязали Не сильно люблю этот способ Я все время пользуюсь косичкой Она у меня как рабочий способ В данном случае Я использую именно этот способ Для того, чтобы у меня по краю Не было четко выраженной косички Потому что если закрывать Традиционно Просто косичкой Здесь закрыть Будет очень хорошая косичка Да, это красиво Но точно такая же Хорошая косичка У меня должна идти И по встречному краю А идеальную косу Выполнить по лицу Очень сложно Поэтому мы делаем так Чтобы у нас Никакой косички не было Так закрываю Полотно До Крайних 4 петель Которые я тоже провязываю руками Довязываю Вот 4 петли Которые у меня должны остаться Пересаживаю Закрытые Вот они 4 иглы И их я точно так же Руками провязываю Это у меня Полотно Стабильно Остающийся на иглу Как сделать Чтобы со второй части У нас тоже была ровненькая петля Когда мы начали Закрытие Мы обвели крайнюю Встающую иглу Сейчас я вот этот Вот этот отбив Провяжу И у меня будет тоже Ровный край Без расхождения Все У меня закрытое полотно И теперь задача Его заново Открыть Если Вы проходите В машинку То есть вам Для длины полотна Хватает 200 игл Вы просто открываете Вот эти петли Которые закрыли Если вы не проходите 200 игл Скорее всего Не проходите Потому что На взрослый Размер 200 Петель Мало Вам придется Вязать частями То есть вы вяжете Одну часть Потом вяжете Вторую Ну вот Не хватает нам Машинки Сейчас я на второй детали Покажу Как Как это выполняется То есть я сделаю Сначала половину Потом вторую половину Как если бы Мне не хватило Машинки Такая имитация Итак Я должна сейчас Набрать половину Петель Определяю В каком месте Я буду делать Соединение Так У меня соединятся Мои Отверстия Будут по Десятым иглам Это не Девятая первая Десятая первая Десятая первая Вот они Вот здесь Вот у меня будут Перемычки Поэтому Соединять детали Я буду по серединке Вот тут То есть Вот эти вот детали Иглы Я сейчас надеваю И Оформляю Вот эту часть Я надену И оформлю Вторым этапом Как если бы Мне не хватило машины Вот считаем Что вот это Двести игл Это вся моя машинка Сейчас начинаем Провязку И Оформление Деталей Если нам не хватает Машины Вот эти петли Мы просто снимаем Набросывая нитку Несколько И оставляем Наша задача Сейчас вот На этом полотне Разбираться Эту нить я Использую Соответственно Четыре петли Я провязываю руками Главное не заходить Закалки Остальные я должна Добрать Эти петли Я сейчас буду Набирать Набирать буду Методом Обвива С одновременным провязыванием Вот так Обвиваю Обвиваю Следующую Провязываю Предыдущую Обвиваю Следующую Провязываю Предыдущую Метод Растой Перетягивать Петли Не надо Обвиваю Петлю Поставили Кстати В случае Если у вас Не хватает Вязальной машинки Вот здесь То же самое Вы делаете Абсолютно То же самое Сначала Половину Петель Потом Добиваете Вторую Половину Потом Делаете Одну Половину И Выкрываете Вторую У меня Остается Видите Хвостик Я достаю Следующую Иглу Обвиваю И Заканчиваю Набор Петель Эта Петелька Мне понадобится В следующий раз Поэтому Я сейчас Беру Любой Хвостик Небольшой И снимаю Эту петлю На Этот Хвостик Ну Завязываю Так Чтоб Не слетело Им я Воспользуюсь Когда буду Вязывать Вторую Часть И Теперь Задача Соединить Два Полотна На этом Этапе Я уже Говорю Что соединять Буду По десяткам Вот Вот эти Петли И Вот эти Примерно Снизу Подхватываете Две Протяжки Надеваете На иглу Напротив Этой Соединения И здесь Напротив Соединения Схватили Две Протяжки Надели Мы Выполнили Соединение Вот это Все остается Внизу Вот эта Часть Если она Не нужна Тоже Болтается Внизу Ну Давайте Я ее сниму Для Большей Наглядности Потому что Так Наверное Будет Правильнее Снимаю На стяжку Тоже На Не на стяжку На Нить На рабочую Нить Такого же Размера И Провязываю Петли Продеваю Внизу Вот На полотне Вот этим Я буду Сработать Достаю Беру Каретку Провязываю Два ряда Как внизу Два ряда Так и наверху Два ряда На всех Идут Провязали Убираю Нить И Не отрываю А буду Пользоваться Ей Когда буду Продолжать Соединение Сейчас Моя задача Соединить Вторую деталь Беру Вторую деталь И надеваю Ее на полотно Лицом К себе Потому что Соединение Пойдет Вот так Когда у меня Детали Разложатся Они Вся изнанка Останется С одной стороны Лицо С одной стороны То есть Я надеваю Лицом К себе Это важный Нюанс За Протяжку Вот здесь Это уже важно То есть Не петельный Столбик А Межузелковая Протяжка Причем Постарайтесь Делать так Чтобы ваша деталь Соответствовала Для мне Берите эту деталь Соединяйте Вот так Натянули Посмотрели Где у меня Будет Соответствовать Какое место Будет Соответствовать Последней Игле Крайней И надели Вот Здесь Одинаково И тут Одинаково Все И теперь Спокойно Надеваю На иглы Межузелковой Протяжки Причем Надеваете Какой Игле Протяжки Той Хватает Какой Не Хватает И Не Надо Надевать Взелки На иглы Не Нужно Пускай Будут Пропуски На Качество Соединения Это не Повлияет Никак Зато Не Утяжелить Наше Полотно И Теперь Соединяем Соединять Я буду Серым Цветом Потому Что У меня Серые Детали И Мне Нужно Закрыть Розовую Контур Беру Серую Серую Нить Петлю Врови И Начинаем Соединение У меня Здесь Есть Хвостик Им И Воспользуюсь Узелок Уберу Внутрь Ничего Страшного Как Мы Будем Сшивать Наши Детали Продели Между Двумя Петлями Из-за Петлями Сделали Петлю Петля С двумя Петлями Петля Пустая Продели Петлю Ловитель Сняли С иглы 2 петли Провязали Петлю Петля С двумя Петлями Петля Пустая Узелок Уберется Внутрь И так Далее То есть Где не хватает, где одна петля, где две петли, не важно. Самое главное, что каждый раз, после того, как мы снимаем с иглы петли, сколько бы их там ни было, мы провязываем пустую петлю. Просто пустую. Не забудьте захватывать колки, если они у вас есть. Иначе полотно будет слетать. Иначе полотно будет слетать. Соединение двух деталей. Он нам пришел в голову, когда мы сшивали две детали. Доставили вот так вот, соединяли детальки между собой. И между ними шло полотно. Это стандартное соединение двух деталей через третью, когда мы не проходим в размере, и когда нам надо сделать вставку. И когда мы делаем широкую вставку, мы надели два полотна, два ряда провязали. Надели два полотна на иглу, два ряда провязали. Если же мы упростим среднее полотно до одной иголочки, то получается, что мы надели два полотна на одну иголочку, два ряда провязали. Вот то же самое я делаю сейчас. Я надела два полотна, два ряда провязала. Я надела два полотна на одну иглу, и два ряда провязала. Два полотна на иглу, и два ряда провязала. Это имитация движения кареткой, но в горизонтальном варианте. То есть получается соединение вот таким образом мы делаем вертикально, прямо на машинке, а так мы то же самое делаем, только в упрощенном виде на горизонтальной поверхности, на иглу. Получается то же самое, как если бы мы провязали машинкой. С той разницей, что когда бы мы двигали кареткой, мы так аккуратно все равно не сделаем, потому что одна петля провязывается очень рыхло. Здесь мы можем регулировать натяжение и довязываем до конца, вот сюда, закрываем нашу деталь таким образом, еще раз. Сняли петли на петлю ловителя, провязали 2 петли, раз, два. Сняли петли, провязали 2 петли. Сняли петли, 2 петли. До конца. Закончили, вытянули петлю длинную, чтобы ее случайно не вытянуть. И смотрим, сколько у меня петель осталось для до края. То есть мне нужно сделать набор, продолжить то, что мы делали, только, естественно, это все я должна срезать с полотна, добрать вот эти вот иглы и соединить вторую часть. Сколько у меня осталось петель? Здесь у меня было 42. Осталось у меня 2, 12, 13, 14, 12, 17 петель. То есть я сейчас аккуратно снимаю это все. Смотрю, что у меня получилось. Тут все разгладится, отпарится, и все ляжет прекрасно, две длины в платье, чтобы все нормально укладывается. Так, теперь я беру и убираю 17 петель. Только 4 из них у меня уже есть. Вот они. Я их сейчас надеваю обратно. Раз, два, три, четыре. Это 4, которые уже в наборе, 10 и 13. Раз, два, три. Так, здесь было, да, из них. Только сборка у меня здесь будет 3. Вот здесь вот, вот здесь вот у меня будут две иголки, которые десятку изображают, потому что у меня немножко перекос пошел. Итак, беру эту же нить, которая у меня уже есть. И ею делаю набор. У меня даже есть уже петелька. Вот она. Я ее надеваю обратно на иголку. Петля есть. От предыдущего набора, который мы надевали на нить. Вот она. Я ее обратно на иглу надела, как если бы она тут и оставалась. И продолжаю делать набор, как ни в чем не бывало. Обвиваю следующую и провязываю эту иглу. Обвиваю следующую и провязываю эту иглу. Учитывая количество рядов, малое, никакого сбоя при этом не произойдет. Мы соединили два полотна, мы как бы продолжили соединение. Два ряда не страшно. Вот когда, так, дальше провязываю руками четыре петли. Если бы у вас было провязано больше рядов, тогда вот здесь был бы перекос. Так два ряда нам совершенно не мешают. Если у вас больше рядов провязано, не два, ну, придется отрывать нить. Набрали, теперь соединяем полотна. Все то же самое. Так, вот здесь вот две эти петли, которые я собиралась делать. Раз, два, три, четыре, пять. Вот они, вот эти две. Напротив них, да, надеваю на них протяжки нижележащие, чтобы ровненько было. Раз, два. Я соединила полотна, и теперь провязываю два ряда. Как внизу, так и наверху делаем все то же самое. Все, с розовым закончили. Теперь надеваю на этот розовый цвет серую деталь и продолжаю закрывать. На этом оформление бочков и заканчивается, потому что мы вот таким образом сразу соединяем две детали. Все, эту детальку, эту петля, никуда не делась. И распределяем полотно точно так же, как делали с левой стороны. Хватает перемычек, протяжек надеваем, не хватает, не надо. Петлю ловите, длинная петля, которая у меня стоит, ждет. И все, продолжаем закрывать наше полотно. Надели. Одна петля, две петли, одна петля, вторая петля, одна петля, вторая петля. Это то, еще раз, для того, для тех важно, кто не проходит 200 игл по высоте. Если вы проходите, вам это не нужно делать, делайте все единым полотном. Так гораздо проще. До конца. И нам остается только оформить пройму. Сейчас покажу, как мы оформляли пройму. Очень просто. На самом деле, если вы знаете более изысканные методы, оформляйте, как вам понравится. Задача закрыть пройму и сделать лямку. У нас завязка. Если вы хотите сделать просто лямочку не на завязках, вы делайте, как вам больше понравится. Я делаю, показываю вам, как мы выполняли соединение на платье. Вот оно соединение. Вот так мы соединяли. Когда все это припарится, оно уляжется, все будет идеально, ровно, чисто и красиво. Задача теперь сделать пройму. Так, как мы выполняли? У нас есть пройма. Когда мы все это соединили, у нас получилась вот эта вот деталь с перемычками. Вот это провязано. Дальше пройма небольшая, серого цвета. И идут две детали. Вот они. Это как раз вот эта часть, вот она. Перед, вот он, пройма с перемычкой, вот она. И спинка. Раз, два, три, четыре. Вот. Две детали, все соединены в одну. Нет только оформления. Оформлять будем с тонкой планочкой. Но первое, что мне надо сделать, это посчитать количество петель. Для этого считаем сантиметры. Три сантиметра, четыре сантиметра и два с половиной. Девять с половиной сантиметров. У меня высота. Примерное количество петель. Девять с половиной умножить на 20,67. Это моя петельная проба. 25 петель мне понадобится на то, чтобы обойти пройму. Потому что планки у меня уже есть. И с одной и с другой стороны мы их вывезли вот здесь. Вот они, вот эти планочки. Мы сейчас оформляем вот эту вот часть. И высота. Какой размер вы хотите иметь бантики? Какой длины хотите бантики? Вот эти вот. Если вы вообще их не хотите, вам нужно просто соединить. Это одно. Тогда считайте длину по уже имеющимся полотну. И какая длина плеча, какого размера вы хотите в эту перемычку. Или бантики, какой длины. 25 петель у меня уходит на пройму. Поэтому идем и вяжем соответствующей длины нашу ленточку. Широкую делать не буду. Здесь у меня, если я правильно помню, 7 рядов. Бросовая нить. Для провязывания ленточки обязательно один ряд провязываем катушечной нитью для того, чтобы были хорошие открытые петли. И теперь берем пряжу нужного нам цвета отделочного и 5-7 рядов. В какой ширине вы хотите пленочку. Учтите, что она складывается пополам. Поэтому, если вы провяжете 7 рядов, то у вас ширина будет 3,5 ряда. Вот мне 5 достаточно. Потому что у меня тоненькая достаточно деталь. Я делаю обычную. Обычный подгиб. Самый простой. Снимаю все потяжелители. Сняли все грузики. И надеваю петли на иглу. Я делаю обычный подгиб. Соединяем до конца. И теперь надеваю... И теперь надеваю нашу деталь на 25 петель. Лицом от себя. Обычно. Не могу сказать, что это самый экологичный способ. Потому что у нас, если есть какие-то лохматые края, они останутся. Но на самом деле на деталях их нет. Они ровные и гладкие. Распределяйте ваше полотно равномерно по... Иглом. Оно будет буквой П. Растягивается отлично. У меня буквы П здесь нет. Поэтому я надеваю как есть. Надели полотно. Берем рабочую нить. И все. Потом закрываем обычной косичкой. Косичку не перетягивать. Обязательно. Потому что тогда будут стянуты краешки. А это делать совершенно не нужно. У нас должны быть очень свободные плянки. Для этого петли должны быть достаточно свободные. Это важно. Вот о чем я говорю. Вот эти петли вытягиваются. Закрываете оптом все полотно. Вынимаете бросовую нить. Подтягиваете вязание. И, собственно, на этом нам остается только убрать хвостики, которые будут висеть при окончании вязания. Подпарить обязательно полотно. Только не гладить стюгом. Тихонько паром обработать. И мы получаем готовое платье. Вот они эти. Место соединения. Видите, учитывая, что здесь все-таки ровные края. Здесь не бахрома. Здесь все четко надевалось на иглы и провязывалось. Не скажу, что получается как-то страшненько или неровненько. Все очень даже аккуратно. Это изнутри. Ведь снаружи просто идеален. Все убирается. Все идеально друг друга прикрывает. И таким образом мы выполняем и обработку проймы, и лямочки, которые мы связываем на той длине, которая нам понравится. Получается вот такое платье. Полностью облегающее. С отверстиями по боку. Еще раз. Отверстие можно делать вот как у нас. На всю длину. От края до края. Можно на тех местах, которые вы не хотите показывать, выполнять провязки вот как здесь. Целиком. Вот здесь пару отверстий. Например, закрытая часть. И отверстие по ногам. Тоже такое возможно. Возможно, это можно выполнять в едином цвете. Тогда не будет столь вызывающе выглядеть. Будет более спокойно. И кому-то понравится такой вариант. То есть вот этот вариант, конечно, более молодежный. На стройную, стройную, худенькую девушку, которая может позволить себе вот такое-то облегающее платье. Я думаю, что все нюансы вязания я вам рассказала. И вяжите, творите, доставляйте радость себе и вашим близким.